которые соревнуются раз в три года, и мы даже участвовали в таких Европейн, французская выставка, и даже заняли какое-то там место, кубки, если надо, покажу. Вот, на три изделия считаются очень тяжелые для качественного изготовления. Это багет французский, потому что в нем должны быть, у них стандартизовано на уровне закона, какие должны быть надрезы в багетах. Вот прямо у нас владеет этим искусством один человек, и там декабрь, Аня. Вот, это мой любимый технолог, но, к счастью, родила она девочку очень долго заново. Вот, второй, это булка для гамбургера, как смешно не кажется. Проблема ее в чем? Придумал, во-первых, Макдональдс, но они тогда еще придумали, что булка для гамбургера должна выглядеть как шайба. А кто знает, ну, хлеб пек или что, то свойство у хлебобулочных изделий создавать купольность на поверхности. Ну, то есть попробуйте испечь ровную шайбу, она все равно у вас куполом пойдет. Сколько над этим было убито сил, я не знаю, но люди догадались. То есть вот в момент замеса для нас самое страшное на обычном хлебе перемесить хлеб. То есть недомес он тоже плох, потому что, ну, тогда комочки попадутся и так далее, непромесы, неравномерная користость. Но если перемесить хлеб, то клейковины начнут рвать. То есть тот каркас, который у нас создает хлеб, ее начнут рвать и разваливать. Он будет такой кашеобразный. То есть такое бывает, молодая девочка придет, телефон загорелась, таймер не поставила, и все порвало, мы выбрасываем. Ну, то есть он от кит пойдет потом на старое тесто, переработку. Так вот, Макдональдс этим мы воспользовались когда-то. Они взяли и стали рвать клейковину хлеба, и у них из-за этого получаться стали булки шайбообразные. Кто будет в магазинах, обратите внимание на нашу булку сезам, может мы ее сейчас найдем где-нибудь. Лен, ты не знаешь, сезам есть? Покажешь нам? Найди, помоги. Вот. И сравните, кого бы обругать, не люблю коллег. Ну, кого-нибудь возьмите еще булку для гамбургера, они много сейчас. У смака, кстати, есть, и вы увидите, в чем разница. То есть вот эту шайбообразность, я не скажу, что она у нас идеальна. Ну, конкурс Макдональдса и КФС мы проходили. Вот. То есть у обычного вот так вот будет, еще выше. Но тут мы сэкономили на этом. Сейчас, то есть для Макдональдса мы делали, им кунжут нужен только чилийский, химически очищенный, который в печке не меняет цвет. У нас, видите, меняет. У нас иранский. Не химический, чисто натуральный. В общем, нюансы, казалось бы, простые изделия. А третье изделие... А третье изделие... Забыл. Вот два изделия сложнейших. Вот. Представьте, эта экспедиция в день отгружает около 6 тонн хлеба. К утру я здесь пройти не могу. Пока не отгрузился. Сейчас все отгружено. То есть сейчас водители начнут потаскивать эти ящики, мыть, привозить сюда и готовить экспедицию.